Уоррен Баффет продал почти 60% своих акций Apple. И это несмотря на то, что он недавно сказал. Случилось нечто кардинальное, что действительно изменило распределение капитала. Apple станет нашей крупнейшей инвестицией. Тем не менее, сейчас он сидит на мешке, в котором накопил 227 миллиардов долларов наличными. Это рекорд для его компании Berkshire Hathaway, которая, кстати, в этом квартале рекордно распродавала акции, которыми владела. Так рекордно, как никогда в истории, как ты видишь на этом графике. Вот эти продажи, они колоссальные. Почему Уоррен Баффет это делает? Возможно, приближаются большие возможности для покупки. И чтобы купить, нужно много-много кэша. Возможно, именно поэтому и другие миллиардеры продают акции собственных компаний. Например, Леон Блэк продает акции Apollo впервые за три года. Он продал акции на 173 миллиона долларов. Также Джефф Безос продает акции Amazon. Джейми Даймон продает акции JP Morgan. И даже Илон Маск продает акции Tesla. Растущая когорта миллиардеров и руководителей компаний избавляются от акций, причем все более быстрыми темпами. Ряд высокопоставленных руководителей, основателей и наследников продают огромное количество акций своих компаний. Что мы имеем? Громкие имена очень умных людей, которые обладают огромным количеством информации, принимают решения о продаже акций собственных компаний. Теперь ты должен спросить себя, зачем они это делают. Акции достигли максимальных значений за всю историю. И мне кажется, что в таких условиях риск падения гораздо выше риска роста. Особенно если посмотреть на Intel, компанию, которая потеряла 28% стоимости за сутки. Это самое крупное падение за 40 лет. Многие крупные компании сейчас сокращают расходы, сокращают персонал, сотрудников. Экономика переживает большие перемены. Индикатор рецессии в июле вырос до 0,53, с 0,43, что указывает на то, что экономика США уже находится в рецессии. ФРС США передержала ставки слишком высокими и слишком долго. Именно поэтому шансы на снижение ставки уже в сентябре растут как на дрожжах. А некоторые банки прогнозируют уже 3 снижения ставки уже под конец этого года. Миллиардеры знают об этом. И скоро это поймут. И все остальные. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы говорим о криптовалюте, экономике и финансах по всему миру. В июле мы установили рекорд. Практически 20 тысяч новых подписчиков. И почти 2,5 миллиона просмотров. А все благодаря твоей поддержке. Я тебя очень благодарю за это. Для меня это очень-очень важно. Итак, почему Уоррен Баффет напродавал акции на миллионы, миллионы долларов, на миллиарды долларов? Бергшайер накопила 277 миллиардов долларов. Уоррен Баффет говорит, что возможно мы увидим повышение налогов в Соединенных Штатах. Это будут более высокие налоги из-за роста национального долга. Государственный долг, как он говорит, сам себя не выплатит. И, кстати говоря, Дональд Трамп допустил, что может выплатить госдолг с помощью биткоина. Остается только фантазировать, какой именно должна быть цена биткоина. Сенатор Синтия Ламис опубликовала законопроект о стратегическом биткоин-резерве, в котором сказано, что Соединенные Штаты должны выкупить 1 миллион биткоинов, что около 5% от всего предложения. Если государственный долг США составляет 35 триллионов долларов на данный момент, но он еще и растет постоянно, то цена биткоина в таком случае должна составить 35 миллионов долларов. Невероятная цифра. Но не будем зарекаться, и такое возможно. Возвращаясь к теме налогов, Уоррен Баффет видит, к чему мы идем. Он видит, что мы идем к повышению корпоративных налогов, что налоги будут расти в целом по Америке. И такие миллиардеры, как Уоррен Баффет, не хотят платить повышенные налоги с продажи акций. Они не хотят платить больше налогов, чем должны. Поэтому они и продают акции сейчас до роста налогов. Посмотри, например, на Apple. В 2020 году их акции торговались около 60-70 долларов, а сейчас одна акция стоит около 230 долларов. Таким образом, за последние 4 года цена выросла на 400%, буквально по 100% каждый год. Если бы ты был миллиардером, у которого где-то завалялось десятки тысяч акций Apple, что бы ты сделал? Вероятно, ты бы зафиксировал часть прибыли. В 2020 году промышленный индекс Доу Джонса торговался около 20-21 тысячи. За последние 2 года он практически удвоился и стоил более 41 тысячи. Средства массовой информации пишут, что вчера Джефф Безос потерял 21 миллиард долларов своего капитала из-за падения рынка акций. Но что же сделал Джефф Безос? Он продавал тонны акций. Суммы даже шокируют. Есть данные, что он в сумме продал акции на 20 миллиардов долларов. А это Тесла. В 2020 году их акция стоила около 34 долларов. Сейчас она стоит более 200 долларов. Таким образом, их акции выросли на 600 процентов. И, конечно, Илон Маск, глядя на это, продал свои акции Тесла на сумму 39 миллиардов долларов. Некоторые люди говорят, что он обналичил эти доллары, чтобы купить Твиттер или оплатить налоги. Или найдется еще какая-нибудь причина. Но послушай, если бы твои акции выросли на 600 процентов, ты бы зафиксировал прибыль хотя бы частично? Ну, конечно, да. И то же самое с генеральным директором NVIDIA. Он обналичил 3,36 миллиона акций на сумму 424 миллиона долларов в июне-июле, прямо перед этой большой коррекцией. В 2020 году акции NVIDIA стоили 7 долларов. Сейчас они стоят 107 долларов, а на пике достигали 130 долларов. Это около 15 иксов за 4 года. Инсайдеры Airbnb продали акции на более чем миллиард долларов. Это было где-то вот здесь. И намного выше, чем сейчас. И это происходит с любым управляющим любой крупной компании. Например, генеральный директор Salesforce Марк Беньёв продавал по 5000 акций в день, а затем увеличил эти продажи до 15 тысяч акций в день. Они все выходят из игры. Это очевидно. Джейми Даймон, генеральный директор JP Morgan, продал акции сначала на 33 миллиона долларов, а затем еще на 183 миллиона долларов. Таким образом, он продал акции на сумму в целом 200 миллионов долларов. Акции JP Morgan в 2020 году стоили около 100 долларов. После этого они удвоились до 200. Леон Блэк, генеральный директор Apollo Global, также продал акции на 173 миллиона долларов. В 2020 году акция их компании стоила около 50 долларов, затем выросла до 122 долларов. Но только за последний день их акция потеряла в цене около 20%. Что-то сломалось в экономике. ФРС США доломало ее высокими ставками. И все трещит по швам. Вот почему рынки ожидают снижения ставки уже на следующем заседании ФРС в сентябре этого года. Во время пандемии ФРС США заливало систему дешевыми деньгами и кредитами, программами финансовой помощи и вертолетных денег. Денег было очень много и они были очень дешевыми. Крупные компании и банки всасывали их в себя как губка. Это и отразилось на цене их акций, которые выросли с тех пор в 2, 4, 6 и даже 15 раз. Они зарабатывали целое состояние. Но что происходит сейчас? Эти деньги исчезли. Процентные ставки слишком высокие и находятся на таких уровнях слишком долго. Из всего, что они взяли во время коронавируса, остались только долги. Нереализованные убытки в полтриллиона долларов. И коллапсирующий рынок коммерческой недвижимости. Ты только посмотри, с какими скидками она уходит прямо сейчас. Это колоссальнейшие убытки. И самое интересное, что все дешевые деньги и кредиты, которые все эти компании понабирали в хорошие времена, они также использовали и для расширения своего бизнеса. Они нанимали больше сотрудников, выдавали им до смешного невероятные бонусы, привлекали огромным повышением зарплат и так далее. Они покупали новые помещения и дистрибьюторские центры. Они расширялись и расширялись. Но что они имеют сейчас? У них много долгов, которые возникли в результате этого расширения. И подорожали из-за повышения процентных ставок. И потребители уже не так сильно поддерживают компании, потому что у них нет денег, которые были у них три года назад. Индекс накопления личных сбережений рекордно низок. Траты снижаются. Хершейс, Старбакс, Макдональдс, все они жалуются на коллапс продаж. Потребители каждый месяц тратят немного меньше, чем в прошлый месяц. И как я полагаю, нас ждет полная реструктуризация многих компаний. Мы увидим, как многие из них сократят численность персонала на 40, 50, 60%. Возможно, они начнут заменять сотрудников на искусственный интеллект и роботов. И мы видим, как они уже сейчас закрывают свои филиалы. Самый яркий пример этого Сан-Франциско. Во многих крупных центрах они сокращают все свои площади. И все это по понятной причине. Именно поэтому нас ожидают большие перемены. И в них, как я думаю, откроются большие возможности для нас, как для инвесторов. У нас будут шикарные возможности для инвестиций по более дешевым ценам. Люди думают, что крах фондового рынка, который мы видели на днях, это уже значимое событие. Я практически не вижу этого падения. Это ради этого миллиардеры выходили из акций? Я так не думаю. Мне кажется, что мы еще не видели настоящей паники и краха. Но я думаю, что это будет постепенная паника. Будет плохой день, потом хороший, потом день похуже, затем небольшое восстановление. Но с каждой качелей ситуация на фондовом рынке может быть хуже. И я думаю, что именно поэтому миллиардеры, зная это, продают акции. Они знают, что потребители не смогут поддерживать их бизнес так, как это было в прошлом. Эпоха дешевых коронавирусных денег закончилась. Но затем угадай, что произойдет. Все эти миллиарды долларов, в которые они выходят из акций, потекут обратно на рынок. И их покупки будут скоординированными точно так же, как и продажи сейчас тоже были скоординированными. Вот почему я вижу в этом не причину для страха и паники, а большую возможность. И посмотри на это. Микростратегия и BlackRock выкупают биткоины так активно, что уже накопили 569 тысяч биткоинов на сумму 36 миллиардов долларов. При этом микростратегия сейчас ищет еще 2 миллиарда долларов для того, чтобы купить больше биткоинов. Морген Стэнли стал первым банком в Соединенных Штатах, который позволит своим богатым клиентам покупать спотовый биткоин ETF. А это 15 тысяч богатейших клиентов. Они покупают биткоин тогда, когда миллиардеры и руководители крупнейших компаний в мире продают фондовый рынок. И это наталкивает на мысли о том, что когда-то мы все-таки увидим эту знаменательную отвязку, когда фондовый рынок будет переживать коллапс, а биткоин будет взлетать до небес. Теперь посмотри на этот график. И еще вот на этот график. Глобальная ликвидность только что достигла своего исторического пика. Да, она растет не так быстро, как в 2020 году. Но мы пробили эту линию сопротивления, протестировали ее на предмет поддержки и отскочили вверх. Второй график отображает ликвидность Китая. И как мы видим, после этого колоссальнейшего падения мы начали отскакивать снова вверх. И снова начинаем пробивать эту линию сопротивления, после чего будет ее ретест и затем продолжение роста по аналогии с глобальной ликвидностью. А глобальная ликвидность это то, что питает рынки, особенно бычи. Ликвидность в Китае начинает прорываться на фоне слухов о том, что Китай может отменить свой запрет на биткоин на континентальной части страны. Также, что интересно, уже во вторник казначейство США начнет обратный выкуп своих бумаг. И для этого они напечатают 30 миллиардов долларов, что тоже увеличит ликвидность. Происходят какие-то потрясающие подготовительные действия к самому большому забегу биткоина в его истории. И именно поэтому я рассматриваю каждое значимое падение только как хорошую возможность накопить как можно больше сатоши и биткоинов. И этот законопроект про утверждение биткоин резервов США тоже сыграет в этом свою роль. И на самом деле очень многое зависит от результата выборов в ноябре. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok